Тема «Газпрома» в разрезе Томской области прозвучала на этой неделе и еще раз. Но если средства на городскую набережную и футбольный клуб газовым гигантам выделялись и раньше, то кадровых перестановок на должности руководителя местной дочерней компании не было уже почти 10 лет. С 2012 года «Газпром Трансгаз Томск» возглавлял Анатолий Титов, ну и, как выяснилось, на днях более не возглавляет. Новость тем более неожиданная, что какие-то два месяца назад Томская дочка крупнейшего газодобывающего холдинга в мире успешно справилась с важнейшей стратегической задачей, ввела в эксплуатацию магистральный газопровод «Сила Сибири». Ну а с учетом того, что Томской структуре еще и эксплуатировать трубу, казалось, что позиции руководителя подразделения крепки как никогда. Однако вышло иначе. С наступлением 2020 года Анатолию Титову исполнилось 65, ну а значит пришло время выхода на пенсию. И уже назначен новый генеральный директор, им стал Владислав Бородин. Ну а мы же решили вспомнить о заслугах предыдущего, тем более, что они не ограничиваются работой только лишь на ниве добычи углеводородов. Слово Павлу Соловьеву. Известным в Томске человеком Анатолий Титов стал в 1996-м, войдя в команду выигравшего тогда первые альтернативные мэрские выборы Александра Макарова. Именно в те годы муниципальный транспорт окончательно сдался под натиском частных перевозчиков. Сложилась маршрутная сеть, контуры которой сохранились до сих пор. В числе достижений транспортного ведомства городской администрации тех лет запуск пассажирских перевозок по Комсомольскому проспекту, что стало возможным после строительства моста трубы. Появились и первые наметки пушкинской развязки. В этом году планируется сделать правый поворот, так скажем, в районе бывшей 14-й школы и этим самым разгрузить сам перекресток. Эти работы, я думаю, что в этом году нам будут под силу и сезону уже к зимнему сезону, но мы подойдем с этой развязкой. В 2003-м Титов покинул мэрию и стал заместителем генерального директора предприятия «Томск Трансгаз» по капитальному строительству и ремонту. В числе достижений последующего десятилетия строительство магистрального газопровода «Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск» с отводом на Белокуриху, благодаря чему республика Алтай получила голубое топливо. Ввод магистрального газопровода «Сахалин-Владивосток» — обновление газотранспортной системы в Западной Сибири. Проанализировав успехи в «Большом Газпроме», сделали Томское подразделение ответственным за развитие газовой программы всего Востока страны. У нас с Томской области накоплен очень интересный, я уже могу дать оценку, удачный опыт регионального аспекта реализации программы инновационного развития «Газпрома». В начале десятилетия из двух маршрутов строительства газопровода в Китай выбрали «Восточный». Встал вопрос с материальным обеспечением проекта. И оказалось, что построить ветвь вполне возможно с использованием исключительно отечественных составляющих. Благо, все для этого оказалось в Томске. Постарались на Темзе и других предприятиях. Вот это вот изделие на диаметр до 700 миллиметров, он обеспечил продукт 19 километров за один час. Наши фирмы, такие как «Микроан», полностью вся связь, это «Микроановская» на протяжении всех двух тысяч километров. «Микроановская» — это много продукции, которую произвел Темз, который не производил, оно не являлось его серийной продукцией. А сегодня он работает на «Газпром» за счет того, что его конструкторские, конструктора, бюро конструкторское, оно справилось с той задачей. Триллион рублей инвестиций, 3000 километров трубопроводов, 38 миллиардов кубов экспортной мощности в год. Крупнейшую в истории России газовую магистраль запустили в эксплуатацию в Якутии в декабре прошлого года. Поставленную «Большим Газпромом» стратегическую задачу в Томске успешно выполнили. Причем эксплуатацией газопровода также занимается предприятие «Газпром Трансгаз Томск». А местная промышленность, благодаря крупному проекту, обеспечена заказами от газового гиганта как минимум до 2021 года. Для того, чтобы это происходило без каких-либо сбоев, конечно, еще очень много надо работы. Нельзя забывать, что там созданы новые коллективы и коллективы, которые должны влиться в целом в состав нашего предприятия. Поэтому работы еще очень много впереди. Руководить предприятием «Газпром Трансгаз Томск» в дальнейшем будет Владислав Бородин. Несмотря на то, что с 2008 по 2014 годы он возглавлял Александровское линейно-производственное управление и знает структуру организации не понаслышке, превзойти своего предшественника менее опытному сменщику будет непросто. Что касается Анатолия Титова, он остается депутатом Законодательной думы и будет продолжать реализовывать пожелания своих избирателей. Павел Соловьев, Томское время. Итоги недели.